В эфире «Мое утро» на Первом и Тищенском. Меня зовут Марьяна Зборовская, и этот день я начну вместе с вами. Сентябрь. Он же ревун, он же рябинник. Прекрасная пора, а чье очарование? Недаром говорят, что глаза – это зеркало души. Милые дамы, как сделать наш взгляд более выразительным? Брови и ресницы более густыми? Узнаем через секунду. Густые блестящие брови и длинные ресницы – мечта каждой девушки, особенно если в прошлом слишком активно использовался пинцет. В сегодняшнем ролике мы подготовили для вас рецепт бальзама, который поможет отрастить брови и ресницы. Смесь из нескольких масел воздействует на ресницы особенно эффективно. Именно поэтому при отращивании мы рекомендуем пользоваться следующим бальзамом. Смешайте 30 капель касторового масла, 15 ампул витамина Е и 10 витамина А. Есть несколько главных правил использования бальзама и отращивания бровей и ресниц в целом. Всегда наносим на чистую кожу. На бровях и ресницах не должно быть косметики. Для лучшего проникновения питательных веществ мы рекомендуем массировать брови зубной щеткой в течение одной минуты, а также сделать легкий массаж подушечками пальцев. На ресницы смесь наносится с помощью кисточки или ватной палочки. После нанесения аккуратно проведите подушечкой пальца по линии роста волос 3-5 раз. Мы не рекомендуем оставлять бальзам на ресницах на ночь, чтобы масло не попадало в слизистую глаза. После нескольких часов действия бальзама обязательно тщательно очистите кожу во избежание закупорки пор. Обязательно отшелушивайте зону роста бровей 2-3 раза в неделю. Подойдет ваш обычный скраб для лица. Хранить бальзам нужно в холодильнике. Помните, вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Красоту навели? Или, как шутят мужчины на лице, новое лицо нарисовали? Пора подумать и о здоровье. Офисная работа, малоподвижный образ жизни – все это спутники современности. Следующий сюжет будет полезен всем без исключения. Офис. Чем опасен сидячий образ жизни? Наверняка многие из вас работают в офисах. Если ваш типичный рабочий день начинается в 8.30 утра, а в следующий раз вы выходите из офиса через 4 часа во время обеда, то это видео для вас. Чем же опасен для здоровья офисный рабочий режим? Сидячий образ жизни. Согласно недавним исследованиям ученых по 54 странам, полмиллиона людей умирает преждевременно от сидячего образа жизни. Уже 3 часа в день, проведенных в сидячем положении, увеличивают риск преждевременной смерти. По данным исследователей из Торонто, у сидячих работников увеличивается вероятность смерти от последствий заболеваний на 15-20%. Диабет второго типа на 90%. Сердечные заболевания и рак на 20%. Недостаточно заниматься 1-2 часа в день физическими упражнениями, чтобы снизить негативное влияние сидячего образа жизни. Нужно регулярно вставать со своего места, причем не просто стоять, а разминаться. Нагрузка на глаза. Напряжение глаз может привести к головным болям, трудностям с концентрацией и повышенной восприимчивостью к свету. Кроме того, вы можете испытывать резь, сухость, красноту и двоение в глазах. Для снижения нагрузки на глаза рекомендуется изменить фоновое освещение в помещении, чтобы монитор компьютера не создавал лишних бликов. Попробуйте правило 20-20-20. Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора на предметы на расстоянии 20 футов, 7 метров, и смотрите на них в течение 20 секунд. При этом часто моргайте, чтобы не допустить пересушивания глаз. Неправильное питание. Согласитесь, при работе в офисе всегда есть соблазн выпить дополнительную чашечку кофе или чая, съесть несколько вкусных пирожных и конфет. Но будьте осторожны, ведь эта слабость обернется лишними калориями и набранными килограммами. Постарайтесь питаться здорово и соблюдать режим питания. Уровень освещенности. Искусственное освещение является важнейшим условием расширения активной деятельности человека. Что же нужно знать о правильном освещении в офисе? Свет не должен вас слепить. Освещенные предметы не должны давать резких теней. По уровню цветоподачи свет должен быть максимально приближен к естественному солнечному. Как организовать правильное освещение в офисе? Прежде всего, освещение должно быть равномерным. Это обеспечивает общая система освещения. Цветоподача на рабочие места также должна быть качественной. Для этого, как правило, используются настольные лампы. Следуйте этим простым правилам и чувствуйте себя комфортно в любимом офисе. Помните барона Мюнхгаузена? Он отличался невероятной находчивостью и проницательностью. Думаю, если бы он жил в наше время, он мог бы стать автором миллионов лайфхаков для жизни. А пока о некоторых интересных и, самое главное, полезных находках вы узнаете далее. Чтобы заточить затупившиеся ножницы, не нужно относить их в мастерскую или покупать специальные инструменты для заточки. Попробуйте порезать этими ножницами наждачную бумагу, и вы убедитесь, что они станут намного острее. Практически на каждой кухне есть ящик до отказа забитый пакетами из продуктовых магазинов. Но если вы воспользуетесь нашим лайфхаком, то пакеты станут занимать намного меньше места. А на кухне воцарится порядок. Если молния заедает, натрите ее грифелем простого карандаша. Молния застегнется без особого труда. В ситуации, когда необходимо срочно и быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Или так называемый режим в самолете. Вы сэкономите время и ускорите процесс зарядки. Если вешать брюки по данной схеме, то они не будут соскальзывать с вешалки и падать. Смотрите внимательно и пользуйтесь этим лайфхаком. Как часто по утрам в спешке мы не успеваем выпить чай из-за того, что он все еще горячий? Остудить его поможет этот лайфхак, обоснованный законами физики. Столовые ложки из нержавеющей стали и других металлов прекрасно проводят тепло. А в данном случае забирают его на себя, позволяя вам наслаждаться теплым, а не горячим напитком. Самолеты, аэропорты, ожидания путешествия – все это особая романтика. А мне бы в небо! Именно такие мысли были у дизайнеров ресторана с интерьером, напоминающим авиалайнер. Нигерийцы, тоскующие по дальним перелётам, нашли выход из положения. В Абуджи им предлагают пообедать в ресторане с интерьером, похожем на салон авиалайнера. И хотя еда в самолётах не всегда славится качеством, но здесь разочарованных нет. Мы давно уже не летали на самолёте, а здесь всё напоминает ту обстановку. И еда великолепная, замечательно. В ресторане несколько залов, имитирующих салоны разных классов. А персонал выходит из кабины. Мы даже даём объявления по громкой связи, как и командира экипажа. Поэтому я в основном работаю здесь в качестве командира экипажа. Заведение с таким интерьером открылось недавно. Владелец потратил на переоборудование ресторана 26 тысяч долларов. Нигерия закрыла границы для пассажирских самолётов в конце марта. Внутри страны количество авиарейсов также было сокращено. Внутренние ограничения на перелёты уже сняты. Возобновляются и международные рейсы. Даже разыгрался аппетит. Захотелось отведать чего-нибудь эдакого. Например, фондю. Но не из сыра, как многие могли подумать, а фондю шоколадное. Заинтригованы? Смотрим. А сегодня мы с вами займёмся фондю. Для тех, кто подумал, что это какой-то вид единоборств, то нет. Это национальное блюдо Швейцарии. Что интересно, оно было придумано пастухами, которые уходили со своим стадом в Альпы, в горы, на несколько дней и брали туда с собой вино, сыр и, скажем, хлеб, который в дальнейшем черствел. Также у них был с собой котелок. И вот они по вечерам, чтобы согреться, разводили костёр и в этот котелок забрасывали сыр, наливали немного вина, всё это масло нагревалось, и затем туда уже они окунали черствый хлеб, и получалось вот такое, скажем, вкусное блюдо. В дальнейшем блюдо получило популярность в богатых домах. Сначала у прислуги, а затем уже и, не знаю, узнать и самой. Слово фондю вообще с французского означает слово «таять». Со временем получила большую популярность и появилось несколько разных видов. И самый популярный – это сыр с вином, а второй – это сладкое фондю. Его можно делать как на белом, так и на черном шоколаде. И мы же сегодня с вами будем делать на темном шоколаде. Поехали! Итак, для нашего шоколадного фондю нам понадобится всего два ингредиента. Это сам шоколад, в нашем случае темный, и жирные сливки, у нас 33%. Важно сказать про шоколад. Чтобы у вас получилось очень вкусное и насыщенное фондю, важно использовать качественный шоколад. Так что не скупитесь в этом моменте, иначе, если вы купите более дешевый шоколад, он может у вас свернуться и испортит вам фондю, и придется готовить все заново. Что мы будем сейчас делать? Мы добавим наши сливки в сотейник, добавим туда шоколад, соответственно, поставили на огонь, и будем перемешивать до получения однородной консистенции. Наше фондю готово. Получилось оно вот такой вот консистенции, пахнет оно очень вкусно, и вы, наверное, уже заметили наше вот такое вот приспособление. Это и есть фондюшница, которая поможет нам сохранять наше фондю или горячий шоколад в жидком состоянии. Сейчас я расскажу вам принципы вообще ее работы. Состоит она из, скажем, трех с половиной частей. Первое – это отсек, куда вставляется горелка. Она может идти сразу с фондюшницей, или же это может быть обычная свечка, как вам будет удобнее. Мы сразу же ее подожжем. Далее у нас идет емкость, ну, выглядит как кастрюлька. Сюда мы заливаем воду, и это у нас будет водяной баней. Заливаем сразу горячую воду, чтобы не тратить время на нагрев. И у нас есть емкость, куда мы зальем наше фондю. Кастрюльку опускаем, переливаем, накрываем. И у нас есть последний элемент – это вот такие вот шпажки, которые шли вместе с этой фондюшницей. Они длинные, ими удобно набирать, накалывать ингредиент, макать и наслаждаться. Поделюсь с вами лайфхаком для тех, у кого нет фондюшницы или нет возможности ее купить. Вы можете использовать обычную плиту, вы также используете какую-то емкость, куда нальете горячий шоколад, поставите на кастрюлю с водой и на медленный огонь. Соответственно, скажем, у вас тоже будет фондю оставаться в жидком состоянии, и вместо шпажек можете использовать деревянные шпажки, ну, главное, не зубочистки. Но основной плюс, скажем, вот такой фондюшницы в том, что она мобильна. Вы можете ее установить где хотите, в центре комнаты, сесть вокруг с друзьями, на природе, в любом удобном для вас месте. В этом, наверное, и есть ее основной кайф, что можно собраться с друзьями, и наслаждаться разными фруктами, макая их в шоколад и обсуждая разные темы. Мы как раз, наверное, с вами сейчас и попробуем. У нас есть фрукты, есть сладости, это зефир, пастила, все что угодно. Если пастухи макали только черствый хлеб, то у нас с вами огромный выбор. Я попробую, наверное, и зефир, и фрукты. Так. Начнем с небольшого кусочка. Накалываем. Макаем. Не наслаждаемся. Так. А еще попробуем, наверное, виноград. Это будет очень контраст фукусов, потому что зефир сам по себе сладкий, сладкий шоколад, а вот виноград с кисленькой. Контраст фукусов все же лучше. В общем, обязательно попробуйте сделать это или на плите, в более бюджетном варианте, или если у вас есть уже, или есть возможность приобрести такую фондюшницу, обязательно приготовьте, позовите друзей, и вы точно об этом не пожалеете. И вы, наверное, уже заметили наше приспособление. Но пикнет. Развитие маленьких детей занимаются многие мамы. Как в домашних условиях увлечь малыша и увлечься самой? Советы специалистов. Тематические занятия — это прекрасный способ развития вашего ребенка, который позволяет в интересной игровой форме получать знания из той или иной сферы жизни. Животный мир, профессии, растения, времена года, техника, дорожные знаки, фрукты и овощи — это далеко не весь перечень тем, которые можно использовать. Вы можете устраивать тематические дни или недели, в зависимости от того, как быстро ваш ребенок усваивает материал и теряет интерес. В сегодняшнем ролике мы покажем вам пример организации занятия на тему «Подводный мир и его обитатели». Расскажите ребенку о том, какие бывают водоемы и как разнообразны жители, населяющие их. Для того, чтобы совместить учебный материал с творчеством, мы предлагаем вам сделать мини-океан. «Подводный мир и его обитатели» и «Подводный мир и его обитатели». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова